Зарплаты футболисты клуба Мордовии не видели полгода. Это если считать сентябрь. Шесть месяцев обещаний и клятв со стороны спортивных чиновников. А еще уверений, твердых обязательств и всевозможных обетов. И вот чудо. О нем полузащитник Рустей Мухамедшин сообщил в эфире радио Старт-ФМ. Сегодня, наверное, радостная новость. Может, какая-то в плане даже для футболистов, для всех. Ну, что вот сегодня перевели, четыре зарплаты дали. Ну, правда, осталось должны за август, уже скоро сентябрь. Уже будет два месяца. Это все равно радостная уже. Такая новость для нас, не знаю, радуется зарплата. Хотя, мне кажется, надо платить это каждый месяц. Что для футболиста это важно, наверное. Ну, для любого, мне кажется, человека это важно. Рустей Мухамедшин рассказывает, как жить пять месяцев без зарплаты. В ход пошли сбережения, помощь родных, у кого-то даже кредиты. У кого-то, может, остались, сохранились деньги, кто-то копил когда-то. Кто постарше, вот мы там все равно, может, были какие-то скопления в любом случае. А у ребят молодых, я не знаю, даже не представляю, как они жили, у которых там первые контракты, вот сейчас такие более-менее. Ну, я так думаю, тяжело было. Ну, кто-то, наверное, кредиты брал, что-то вот так. Хотя кредит берут, наверное, тоже надо было давать. Ну, наверное, все звонят. Полузащитник признается, финансовая ситуация давит на футболистов. Эти эмоции не оставить в раздевалке. С ними ребята выходят на поле, и понятно, что результат игр более чем скромный. Клуб буквально задыхается. Проблемы не только с зарплатами. Каждый дальний выезд – это как подвиг умирающего. Радиоведущим «Старт-ФМ» Рустей Мухамедшин рассказал, что приятные новости, скорее всего, повлияют на настроение в команде. Ну, я так думаю, после этого хотя бы какой-то всплеск, будут эмоции. Все равно всегда приходишь на тренировку, а тренировавшие все думают, где найти деньги те же. Ну, сейчас, может, такого хоть не будет. Все будут сконцентрированы на игре, на тренировках. Расплатиться со всеми футбольными долгами по зарплате республика сразу не сумела. Август и сентябрь вновь зависли вне определенности. Футбольная Мордовия едва балансирует на грани выживания. Человек, который сейчас занимает кресло министра спорта, уже вошел в историю, как убийца профессиональных команд в регионе. И вряд ли он остановится на хоккее и баскетболе. Юлия Парунова, Константин Соколов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова